Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. И сегодня мы с вами поговорим об основных проблемах, с которыми вы можете столкнуться, укореняя черенки винограда, а точнее, когда вы их уже высадили в какие-либо емкости, в какие-либо стаканчики. Что у нас обычно происходит? Вроде бы все хорошо, у нас появились замечательные корешки, могут даже появиться замечательные вершки, красивые листики. Мы в стаканчики высадили, и, как правило, недельки через 3, плюс-минус, у нас начинаются проблемы. Второй вариант, здесь уже тоже он несколько запущен, листик начинает сохнуть по краям, но потом вот такой вот желтый, ну и, в принципе, в итоге зеленые побежики наши либо полностью увядают, либо частично увядают, отмирает точка роста, ну и вы понимаете, что что-то с саженцами не так. Ну и теперь поговорим с вами о причинах. Почему же так происходит? Ну, конечно, первая основная причина, о которой я в этом сезоне уже много раз говорила, это мы слишком торопимся. Мы высаживаем слишком рано череночки, мы хотим, чтобы они побыстрее у нас выросли. Мы думаем, что так мы выиграем время, на самом деле часто не выигрываем. Почему? Короткий световой день, не самые лучшие условия в квартире. И еще мы забываем одну вещь, что у растений есть некий свой биологический цикл. Если мы в него вмешиваемся, то это лотерея. Нам может повезти, нам может не повезти. Конечно, периодически встречаются комментарии, ой, я всегда так делаю, у меня все хорошо, но при этом начинается, ну надо вот делать это, надо подсвечивать, надо то делать. Ну, это лишние затраты, лишние телодвижения. Ну и, в принципе, мое видео рассчитано как раз-таки на тех, кто с проблемами сталкивается. Но ранняя высадка это всего лишь одна из причин вот таких явлений. На самом деле их несколько. И все вот, что я вам сегодня назвала, и куполы, и отсыхающие листики, и верхушечки, это все результат переувлажнений. И тут как бывает. Кому-то кажется, что ну я же посадил, и с того момента не поливал, прошло там вот эти 2-3, может быть, больше недели. Да, но первоначально грунт мог быть слишком влажным. И еще очень важен сам состав грунта. Он тоже невероятно сильно влияет. Вообще, кто занимается, например, рассадами каких-то овощных культур, те знают, насколько важен грунт. И те люди знают, что иногда даже в магазине вроде бы берешь один и тот же грунт, одной и той же марки, но почему-то в какой-то год возникают большие выпады. Да, к сожалению, так бывает. Бывает, что в грунтах какой-то плохой состав. Это сейчас мы говорим о грунтах в магазинах. Если мы грунт делали сами, то, конечно, там тоже могут быть сюрпризы определенные. Может быть, грунт слишком тяжелый, слишком плотный, соответственно. А мы еще, например, при посадке так неплохо земельку утрамбовали и полили сверху. Еще больше уплотнили. Корешкам невозможно дышать. И они начинают загниваться. Плюс плохое испарение. То есть грунт должен быть очень таким воздушным. Максимально воздушным. Кроме того, конечно, то, кто живет в этом грунте, тоже так или иначе влияет на конечный результат. Поясню. Бывают какие-то такие зараженные магазины грунты, к сожалению. Сама лично с этим не сталкивалась, но слышала. И если мы делаем грунты сами, то землю обязательно брать не из грядки, где мы кого-то выращивали все время. А землю брать газон, дернина, лесная земля. То есть нам земля надо не та, которая возделывалась, а та, которая максимально живая. Потому что вот нам как раз таки микробиологический состав будет максимально полезный для нашего молодого растенеца. И еще касательно грунтов. Мы в некоторых случаях можем добавлять в грунт кокосовое волокно, потому что оно очень такое влагоемкое, тоже рыхленькое. Но есть тоже разные партии кокоса. Какой из них какой, я не могу сказать. Но бывает, что он сильно засоленный. И поэтому добавляя его в грунты, в которые мы потом высаживаем растения, мы можем эти самые растения погубить, потому что там будет слишком много солей. А с учетом того, например, если мы еще живем в городских квартирах, и поливаем все это водичкой из-под крана, которая тоже не всегда самая лучшая. Земелька еще больше засаливается. Ну и, соответственно, приводит к тому, к чему приводит. Дальше касаемо самого полива. То есть мы понимаем, что земля по-разному впитывает влагу, по-разному удерживает. То есть если мы изначально посадили черенок, не поливали, ничего больше не делали. Через несколько недель видим такую реакцию. Значит, либо изначально был грунт слишком переувлажнен, мы полили сразу слишком много, и грунт слишком плотный. Либо мы посадили, был такой слегка влажный грунт, вроде бы все хорошо, но потом нам кажется, что он сухой, что растению надо полив. Мы поливаем, особенно, конечно, если сверху. Ну, в принципе, перелить можно и при поливе снизу. Если мы нальем воды в поддон много, саженцы будут стоять в нем долго, они наберут много воды, плюс, может быть, где-то не самый подходящий грунт, все факторы сложились, у нас получилось переувлажнение. Ну и так, у нас сверху земелька подсыхает, это абсолютно нормально. Нам важно, чтобы она вот здесь внизу была слегка влажной. Вот это будут идеальные условия. Ну, а кому-то кажется, что сверху у нас суховато, мы поливаем, поливаем. И нам кажется, что мы делаем добро, а на самом деле получается переувлажнение и получается загнивание корней, и вследствие этого гибель листьев вплоть до полной гибели самого растения. Теперь, что же нам делать, если вот такая ситуация сложилась? Вариант А. Не делать ничего, ну, посмотреть, а вдруг кто-нибудь выживет. Иногда такое бывает. Вот смотрите, здесь пример. Побег погиб, и начала расти замещающая почечка. То есть вот этот черенок, он борется за жизнь, и, скорее всего, жить он будет. Вот в этом просто отсохла точка роста. Еще пока не критично. В принципе, листик более-менее тоже, скорее всего, что будет жить. Ну, вот этот товарищ, конечно, под большим-большим вопросом. То есть, на самом деле, все лотерея. Ну, первое, да, можно ничего не делать и ждать, может быть, как-то решиться само. Второе, мы смотрим, какие у нас емкости. Емкости же могут быть разные. Можем просто проделать много-много отверстий, чтобы земелька лучше просыхала, чтобы туда проникал воздух. Ну, и тоже это может дать шанс нашему уже молодому саженцу на выживание. Третьим, мы можем попробовать все это пересадить. Ну, вот, кстати, вот, смотрите на этом товарища. Мы с вами посмотрим, что же у нас внутри. Ну, даже по пакетику чувствую, что земля здесь сбита. Вроде бы чувствуется корешок. Ну, давайте мы его достанем, посмотрим, что у нас здесь. Смотрите, вроде бы еще не так все плохо, но я хочу обратить ваше внимание, если вы, например, особенно в прозрачных банках, большеватых выращиваете, и вам кажется, что корешки белые. И вы думаете, что все хорошо? Нет, не все хорошо. Смотрите, видите? Вот корешок был белый, но он отвалился от гнева, от корней. Вот, вот отсюда примерно. Да, тут еще не так все плохо. И, конечно, с такой корневой, хороший у этого растения вполне есть шанс. Но, видите, процесс пошел. И вот здесь, сейчас я постараюсь найти, вот видно, вот корешок отгнивает. Где-то было еще, вот тоже. Вот, смотрите. Корешок, нам кажется, беленький. Да, вот он. Далеко будет беленький. Вот вы в каких-то своих прозрачных стаканчиках видите. А он вот какой. Он уже все отгнил. Ну, напомню. Да, здесь далеко не самая худшая ситуация. Шансы есть. Потом просто пересаживаем в слегка влажную и такую земельку, ну, воздушную. И, в принципе, я думаю, что в данном случае все будет замечательно. А вот, смотрите, я достала второго мертвеца, скажем так. Что мы видим здесь? Здесь, ну, здесь что-то, наверное, было. Наверное, отгнило. Но у нас видим вот один корешок и еще один. Ну, тоже, в принципе, шанс есть. Но видим, как здесь мокро, очень мокро. Пересаживаем в более сухую земельку. Ну, и дальше смотрим. Вот это, конечно, желтое совсем. Можно убрать. Даже здесь, смотрим. Вот видите, листочки и вот почечка. Можно эти листочки, чтобы они сейчас питание не тянули, потому что здесь еще кормить нечем. Или уже. А здесь оно вот это вот еще немножко тянет питание. Вот так вот можно убрать. Так, это убрали в рыхлую воздушную земельку. Слегка влажную посадили и ждем. Вполне возможно, что он будет жить. Ну, например, вот этот с отсохшей верхушкой. Ну, тут вообще, наверное, все хорошо. Тем не менее, то, о чем я говорила, проделать отверстие, порохлить почву абсолютно не будет лишним. Ну, видите, мои примеры оказались такими достаточно оптимизированными. Если вы выкопали, и там уже все черное, все сгнило, не спешите отчаиваться. Все гнило убираем. Меняем грунт, потому что там уже много гнилей было, да? Меняем грунт. Берем такой получше, повоздушнее и пробуем еще раз. Шансы есть. Гарантий, да, нету, но шансы есть. Особенно, если это какой-то редкий сорт, то почему бы не попробовать. Еще у вас может возникнуть вопрос, что может быть для профилактики гнилей хорошо было бы туда вот какую-нибудь триходерму заселять и ее препараты. Скажу вам честно, я этим ничем не занимаюсь, и в прошлом году я пробовала вырастить триходерму из тех препаратов, которые продаются. Даже снимала это на видео, но потом не получилось его выложить. В общем, оставила я эту затею. Так вот, вырастает эта самая триходерма далеко не всегда. Поэтому, ну, может оно, конечно, сработать, может не сработать, но у меня, лично у меня по триходерме, ну, как-то не сложился опыт, ни на чем я не увидела никакого ее эффекта, как того препарата, который уже был готовый, как и попытки вырастить из него что-то. Да, с некоторых что-то вырастало, а с некоторых препаратов в баночке не вырастало совсем ничего. Поэтому, считаю, что вы это насыпали, и оно вам поможет. Ну, может поможет, может не поможет. Самое главное, если у вас уже какой-то вот пошел такой гнилостный процесс, видите вы по листьям, что что-то пошло не так, то в этот момент точно ничем не надо поливать. Никакими перекисьми, никакими дезрастворами, потому что у нас и так так. Первая причина это переизбыток влаги. Все остальное там, некачественный грунт, да, там он очень плотный и так далее, это уже косвенные причины. Но первая причина все равно перелив. И поэтому доливать туда еще воды, ну, смысла нет никакого. Нам ее наоборот хорошо было бы брать. конечно, даже если ваши саженцы хорошо и красиво развиваются, я вам очень желаю, что пусть так и остается. Но с поливами надо быть все равно очень-очень аккуратными. И лучше чуть-чуть не до увлажни, чем переувлажнить. Оптимально нижний полив, четкие вот дозировки сказать невозможно. Почему? Потому что растения развиваются по-разному. Грунты разные, влагоемкость у грунтов разная. И поэтому тут четкого рецепта не будет. Единственная рекомендация это нижний полив. Ну, и в идеале, если вы поливаете в поддончик, где-то минут за 20 водичка вся должна впитаться. Если прошло времени больше, вы видите, что вода в поддоне стоит, может быть, есть смысл ее слить и поставить их назад просто в поддончике. То есть тут лучше пусть они получат влаги меньше, чем переувлажнить. Ну, еще есть сейчас у меня нет под руками, есть такие специальные штуки влагомеры. В принципе, можно пользоваться ими, но мерить, конечно же, не вверх, не вот здесь, а то, что у нас вот здесь внизу. Хотя в таких пакетиках, например, в моих, все элементарно и просто можно через отверстие увидеть, какая земля влажная, ну, либо такая подсохшая. Сверху она будет подсохшая всегда, а снизу, если она влажненькая, значит, никакого полива не требуется. И еще вот такие капельки, это не болезнь, это жемчужные железы, с этим все хорошо. Вот такой вот пятнистый листик, когда желки темные, все остальное светленькое, это хлороз, это недостаток минеральных элементов, а точнее невозможность их усваивать может также быть связана с переливом, может быть связана с тем, что вы укореняли в баночках и растение выпускало листики за счет тех питательных веществ, которые есть в самом черенке, такое бывает, вот с этим можно ничего не делать, пройдет само. если листик вот такой пошел в крапинку, это никакая ни трипса и ни клещ, это физиологическое нарушение тоже из-за неправильного водного режима, называется аэдемом. Исправить этот лист, вот так он выглядит сверху, исправить эти листья мы не исправим, можем отрастить новые, не повод для беспокойства, просто следить за водным режимом и за тем, чтобы был достаточно влажный воздух, потому что от сухого воздуха такое нарушение тоже бывает. Я вам, конечно, желаю, чтобы ваши саженцы росли крепкими и здоровенькими, чтобы с проблемами, болезнями, гнилями вы не сталкивались. Если вдруг столкнулись, не отчаивайтесь, пробуйте, во многих случаях растение еще можно спасти, виноград все-таки культура пластичная и живучая, поэтому шансы есть. Ну а на будущее конечно старайтесь не спешить. На этом я с вами прощаюсь, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды и мои контакты. До новых встреч!